СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ Коренных Малочисленных Народов Севера Обсуждения идут как на оперативных совещаниях, так и на межведомственных комиссиях По итогам, соответствующие заключения предоставляют президенту России для выработки необходимых поручений Патрушев отметил, что поручения главы государства, в частности, предусматривают создание фонда поддержки коренных малочисленных народов Севера Этот фонд должен создаваться с учетом работы крупных компаний, которые хозяйствуют в Арктике, отметил секретарь Совбеза Целью фонда станет компенсация представителям этих народов возможного ущерба от хозяйственной деятельности в Арктике Патрушев добавил, работа по выработке механизмов поддержки коренных народов активно продолжается По его словам, в настоящее время Президиум Государственного Совета и Президентская комиссия по межнациональным отношениям Готовят заседание Президиума Госсовета, на котором будет обсуждаться эта тема Заместитель министра экономического развития России Александр Цибульский считает, что развитие арктического и северного туризма в настоящее время крайне недооценено В беседе с журналистами профильных СМИ замглавы ведомства отметил, для увеличения туристического потока в Арктику макрорегиону благоприятствует несколько факторов В том числе экономический потенциал, природное разнообразие и культурное наследие Среди перспективных северных регионов для развития круизного туризма Александр Цибульский отметил три субъекта, имеющие выход к Баренцеву морю Мурманскую и Архангельскую области, а также Ненецкий автономный округ Причины объясняются тем, что среди всех арктических морей Баренцево море имеет наиболее благоприятную ледовую и климатическую обстановку для судоходства И наиболее продолжительный временной период, в который возможно осуществлять туристическую деятельность Александр Цибульский отметил, совместно с арктическими субъектами в рамках наших программных мероприятий необходимо модернизировать и привести в надлежащее состояние транспортную и туристическую инфраструктуру Министерством ведется работа по формированию необходимого перечня объектов и мероприятий, разрабатывается дорожная карта Также, по мнению главы ведомства, Ненецкий округ, Архангельская и Мурманская области отвечают всем требованиям безопасности организации туристской деятельности в регионах с особыми климатическими условиями Именно эти регионы стали первыми обладателями современных комплексных аварийно-спасательных центров, построенных МЧС России Министерство труда и социальной защиты России разрабатывает справочник востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий Его презентация пройдет в октябре В топ-50 востребованных в будущем профессий попали оператор беспилотных летательных аппаратов и оператор станков с программным управлением Заместитель главы труда Любовь Ельцова рассказала, что в новой базе данных профессий будут и техники, и инженеры, к которым все привыкли, но при этом будут изменены требования к этим специалистам Например, мехатроник – специалист, который должен знать все об автомобилестроении, о принципах работы в промышленности, то есть обладать знаниями на стыке механических и электронных устройств Специалист по неразрушающему контролю, дефектоскопист, работа которого связана со сварочным производством и сварочными швами Плюс умельцы в сфере мобильной робототехники Ключевую роль на рынке будут играть программисты, разработчики мультимедийных приложений, технические писатели и сборщики электронных систем Без парикмахеров и поваров-кондитеров пока тоже никуда В стране все еще востребованы профессии, связанные со сферой питания и обслуживания Необходимость создания нового справочника профессии возникла из-за изменений в сфере технологий Нынешнее издание было выпущено более 20 лет назад Новая база данных поможет молодежи, которая только начинает карьеру и захочет узнать, сколько можно заработать благодаря своим навыкам и умениям Профессор Александр Щербаков считает, что лет через пять на рынке труда образуется настоящий провал по узкоспециальным, техническим и массовым профессиям Нельзя будет найти, к примеру, сварщиков, специалистов по обработке металлов, слесарей, токарей и так далее Все то, что сегодня считается немодным и непрестижным По мнению профессора, чтобы хоть как-то спасти ситуацию, правительство уже сейчас должно разработать четкий план привлечения в эти области молодых людей Надо проработать над имиджем этих профессий Минтруду необходимо устанавливать достойную планку минимальной оплаты труда по каждой востребованной профессии Гигантские воронки, обнаруженные на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, полностью затоплены водой Ученые не планируют больше совершать к ним экспедиции Об этом сообщил директор Российского центра освоения Арктики Владимир Кушкарев Он рассказал, что гигантские воронки полностью затопило водой Они теперь напоминают озеро С 30 августа по 7 сентября ученые провели восьмую экспедицию В состав группы вошли геофизики, криосверщики, которые брали пробы грунта возле воронок Также ученые совершили облет территории вокруг Больше экспедиций к черным дырам Ямала пока не планируется, в этом нет необходимости В настоящее время ученые сконцентрируют все внимание на изучении полученных образцов в лаборатории Основная задача – понять процесс формирования воронок и по возможности научиться прогнозировать их Напомним, гигантские воронки на Ямале были обнаружены в прошлом году Диаметр самый большой из них по внутреннему краю составляет около 40 метров По внешнему – 60 Глумина каждой не менее 200 метров 23 сентября в Мурманском краеведческом музее откроется выставка «Архипелаг», посвященная самой северной земле России – архипелагу земля Франца Иосифа Посетители смогут узнать о природе архипелага, о его роли в истории освоения Арктики, связанной с великими русскими полярными экспедициями начала XX века и именами Седова, Русанова, Брусилова В экспозиции представлены фотографии и картины, отображающие природу земли Франца Иосифа и разворачивавшиеся там исторические события Природные объекты и подлинные артефакты, связанные с историей полярных экспедиций Экспозиция сопровождается видеоматериалами об атлантических моржах, пичьих базарах и уникальных пейзажах земли Франца Иосифа Выставка подготовлена Национальным парком «Русская Арктика» и известным архангельским художником Алексеем Григорьевым Ранее она экспонировалась в Архангельском областном музее изобразительных искусств В рыбном порту Архангельского тралового флота в Маймаксе идет разгрузка транспортного судна которое доставило 2400 тонн с Кумбрии Транспортное судно «Грин Тромс» под флагом Багамских островов пришло в Архангельск с Фарерских островов где собрало улов рыбных траулеров Архангельского тралового флота которые работают сейчас в этом районе Заместитель министра АПК и торговли Архангельской области Алексей Каратенков отметил В Архангельск практически каждую неделю приходят суда с рыбой Этот транспорт привез к Умбрию и Путасу Архангельский траловый флот выполняет акционерное соглашение вкладывает большие инвестиции Более того, новые проекты, такие как Белкамур и строительство глубоководного порта могут поставить Маймаксанский грузовой участок в ранг крупного логистического узла по перевалке не только рыбы, но и других грузов Более того, сейчас правительство региона разрабатывает дорожную карту по доставке из Дальнего Востока по Северному морскому пути рыбы в Архангельск и дальше в центральную часть России В этом году в Архангельском рыбном порту уже разгрузились 11 судов трал-флота а также 21 траулер рыболовецких колхозов и компаний региона В ближайших планах у предприятия обновление флота за счет строительства нового судна и модернизации существующих а также ремонт и развитие своего рыбного порта Уже в октябре этого года на промысел уйдет полностью модернизированные судна «Капитан Горбачев» до 2020 года на эти цели компания планирует потратить около 7 миллиардов рублей В столице Поморья стартует ежегодная Маргаритинская ярмарка Широкая торговля по традиции развернется в Архангельском дворце спорта профсоюзов и вокруг него на площадке у крыльца и на улицах Ваучейского и Чумбарова-Лучинского Наряду с приезжими торговцами из других регионов свою продукцию представят местные товаропроизводители индивидуальные предприниматели предприятия малого и среднего бизнеса По информации организаторов ярмарки на участие заявились 22 местных производителя продуктов питания и 24 промышленных товаров Они представят покупателям фито-чаи, грибы, ягоды, соки прямого отжима, овощи, молоко, мясо, мед, хлеб и северные пряники а также головные уборы, одежду, сувениры, домашний текстиль и саженцы Все заготовлено, выращенно, произведено, сшито и выпечено в разных районах Архангельской области На площади перед Дворцом спорта можно будет полюбоваться изделиями народных мастеров и умельцев севера У Маргаритинки помимо торговой стороны есть еще деловая и культурная Деловая часть ярмарки пройдет 18 и 19 сентября в интеллектуальном центре САФУ научной библиотеки имени Овсянкина Культурные мероприятия пройдут по всему городу Торжественное открытие ярмарки состоится 19 сентября Она будет работать 18, 19 и 20 числа с 10 до 19.30 а также 21 сентября с 10 до 17 часов Впервые для гостей будет работать интерактивная схема размещения участников Ее можно будет посмотреть на сайте fomfire.ru и на мониторе, установленном во Дворце спорта Там же в часы работы ярмарки будет бесплатный Wi-Fi Субтитры создавал DimaTorzok